Дорогие коллеги! В Ленинградской области уже длительное время в плотную работают с молодежью в вопросах гражданского и патриотического воспитания. К сожалению, недавно была программа по моему каналу номер 5, политбюро, и шла речь, и сказался вопрос таким образом. А нужно ли нам принимать закон о патриотизме? Вопросы состоялся перед депутатами законодательного собрания. Были представители всех фракций, которые сегодня присутствуют в законодательном собрании. Это вопрос у белых семитей. Они не могли его, но всегда четко ищут, нужно ли принимать закон о патриотизме. Вся проблема в том, что многие, несмотря на то, что эта программа действует уже давно, не знает в нашем обществе, что мы сегодня работаем уже последний год по государственной программе патриотического воспитания граждан Российской Федерации. Это уже третья программа. И вот в преддверии третьего молодежного форума идет проработка в новых положениях, уже в новую программу на 2016-2020 год. И нам, старшему поколению, особенно совету героев, не безразлично, что будет туда заложено и каким образом мы увидим обратный результат работы этой программы. Сегодня, подводя итоги первого и второго форума, поскольку мы принимали участие и в первом и втором форуме, большим интересом слушали нашу молодежь, ее выступления, ее мысли, ее желания. Я скажу, мы узнали и увидели столько новых форм работы молодежных организаций по воспитанию гражданства, в первую очередь, и патриотического воспитания среди подрастающего поколения, чтобы мы многие от этих моментов взяли на вооружение. Я только уходить не буду, приведу вам пример сегодня, 18 мая, день поминовения Суворов. Сегодня 215 лет, как Суворов ушел из жизни. И вот захоронен он благовещенской высыпальницей Александра Невской лавы, и вот сегодня суворовские училища, кадеты, представители общественных организаций, которые занимаются вот суворовским вопросом, они сегодня прибыли. А вот в государстве вроде бы эта дата незаметна, вроде бы прошла незаметно. Но если мы сегодня не замечаем имя Александра Васильевича Суворов, то кто вспомнит на нас тогда? Поэтому очень важно, чтобы любая дата, которая сегодня связана с героикой нашему государству, любая дата, которая дала нашему государству какой-то толчок в развитии, независимости и доблести и славы, эта дата обязательно должна освещаться хотя бы коротко в средствах массовой информации. И сегодня мы считаем, что пришло время не только слушать и говорить, пришло время делать. Именно делать. Столкнувшись с проектом «Встретительство Арки Победы» полтора года назад, я очень много услышал различных мнений, советов, и когда дело коснулось практической реализации этого проекта, то остались самые настоящие, патриотически настроенные граждане нашей страны. Почему? Потому что проект был реализован на народные деньги, и результатом усилий всех, кто принял в нем участие, является Арка Победы, которая сегодня стоит в городе Красное Село, которая собой символизирует подвиг того времени, той эпохи, подвиг наших прадедов и дедов. Поэтому лично очень жду этого момента, когда откроется Третий молодежный форум, чтобы увидеть новые лица, услышать новые идеи, поскольку мы даже не предполагали, что настолько глубоко наша молодежь сегодня волнует исторические корни своей семьи, своего рода, героические дела предков, дедов и прадедов. Мы даже не предполагали, что дети поднимут такой пласт информации. И самое главное, что эта информация оказалась востребованной для каждой семьи. Она оказалась необходимой для каждой семьи. И в настоящее время, когда мы видим все, что делается против России, я не хочу никого обвинять сегодня, никого, так сказать, нахаривать. Ну, о чем могут говорить люди, предки которых вместе с Гитлером нагадили на территории нашей страны? Они ее хотели захватить, они хотели оттякать кусок Советского Союза. О чем они могут говорить? Конечно, они будут говорить только о том, чтобы забыть ту историю страшного. Наша задача ее помнить, отстаивать уже сегодня, других вариантов нет. И в этой работе операция именно на молодое поколение, поскольку оно больше всего подвержено вот этому воздействию, такому легковестному. А если молодежь будет твердо знать и чувствовать основу, базу нашей государственности, нашему патриотизму, я скажу, никакие пули для нашей страны будут не важны. Поэтому для меня и для моей организации, и для всех героев, проживающих в городе Санкт-Петербурге, это очень важное, значимое мероприятие, которое мы рассчитываем, даст новый толчок гражданскому и патриотическому воспитанию подрастающих коллег. Благодарю. Спасибо большое, Геннадий Петрович.